Всем привет, с вами снова я, Haka White, и сегодня мы наконец-таки продолжим создавать модификации для игры The Sims 4. Давненько не выпускала видео по Sims, но дело в том, что мне эта тема немножко надоела, но буквально недавно я вспомнила и решила зайти на форумы, чтобы поискать новую информацию, и случилось какое-то чудо, я смогла зайти на официальный форум от Electronic Arts. Напомню, что ранее я не могла туда зайти и прочитать большую часть полезной информации, даже документацию у меня приходилось искать в самых неожиданных местах, теперь же все это намного проще. Не знаю, почему вдруг так получилось, возможно из-за того, что я использую VPN, хотя я и раньше, конечно же, пыталась зайти на тот сайт через VPN и из якобы США, и из стран Европы, но почему-то меня не пускало. А так как у меня остались наработки, я хочу все-таки продолжить эту рубрику и продолжить и свое обучение тоже, поэтому давайте начнем. Но прежде чем мы продолжим, давайте разберемся с терминами. Ведь многие понятия сложно перевести на русский язык без потери значения, а в первоначальном варианте они выглядят непонятно и незнакомо, ведь не успели перекочевать в наш язык, как, например, хоть и узконаправленные, но узнаваемые профессионализмы среди программистов. К тому же мои уроки предназначены для всех, в частности для начинающих, а не для профессионалов. Итак, Tuning Files я буду называть файлами настроек, а Tuning Description или Tdesk – описанием настроек. Важно понять, чем они отличаются. Для примера, представьте файлы настроек как пустой бланк с разными графами. В этом бланке много пустых полей, которые мы должны заполнить сами. Конечно, уже готовые файлы настроек, считай, заполненные бланки, но в любом случае мы тем и будем заниматься, что заполнять их по-своему, как нам надо для наших нужд. А Tdesk файлы – это как пример, где сделано много пометок и рассказано, как именно нужно заполнять тот или иной бланк. Итак, Tuning Files загружается в игру. Их читает машина, робот, если хотите. А Tdesk создан для людей. А все, чем мы тут с вами собираемся заниматься – это XML Tuning. Буквально настройка XML. Что ж, надеюсь, с терминами разобрались, хотя бы на первое время. Теперь давайте рассмотрим примеры. Вот файл Tdesk. Мы помним, что это подробное описание настроек. Макси слюбезно предоставили нам объяснение каждой строки этого примера. Мы же остановимся на самом основном. С полной версией вы всегда можете ознакомиться в документации. Кстати, я все еще работаю над ее переводом, но пока получается не намного лучше, чем у Google Переводчика. Не хочу вас особо утомлять терминами, поэтому давайте очень быстренько пробежимся по этому примеру. Тем более, что с практикой вы начнете лучше понимать, как все это устроено. Посмотрите внимательно на этот пример. Если вы когда-нибудь сталкивались с XML файлами, то вам должно быть здесь все знакомо. Стоит отметить, что здесь очень подробное разбиение на строки. Это упростит объяснение значений. Итак, первая строка – это стандартная шапка XML файла. Вторая – это тег – instance или экземпляр. Посмотрите, где заканчивается этот тег. Он содержит несколько атрибутов. Модуль, useGridForReference, instanceSubclassesOnly, instanceType, description, class, path. Если вы немного знакомы с английским, то большую часть вы могли понять. Есть два типа файлов ТДС – настройки instance и модуль. Модульные настройки определяют значения глобальных переменных, а инстанцные настройки определяют новые функции. Большинство модов будет добавлять или обновлять именно настройки инстанца, но можно переопределить и настройки модуля. Здесь же мы видим атрибут модуль. Следующие два атрибута булевые, то есть могут иметь значения true или false. Я не буду вдаваться в подробности, что именно они значат, так как пока не пригодятся. instanceType, topic – это тип экземпляра. description – это описание. Здесь для людей, как для СЭБы, написано описание, собственно. И тут сказано, что это элемент темы. Class, topic – как-то неожиданно, не правда ли? И путь. В VTDesk путь необязателен. Внутри тега instance содержится еще много других тегов. Это tunable variant, tunable, tunable tuple, еще tunable и еще tunable. Опять же, подробно останавливаться на каждом из них я сегодня не буду. Но чтобы понять структуру, этого достаточно, в принципе. И, например, в tunable variant встречаются такие атрибуты, как name, class, type, display, filter, group. И, конечно же, описание. Давайте, если вы захотите подробно изучить этот файл, то попытайтесь прочитать его в документации. Потому что без практики очень сложно объяснить, что это все такое и как это может нам пригодиться. Что еще стоит заметить, так это то, что атрибут class связан с классом в Python скрипте. Возможно, вы когда-нибудь сталкивались с языком программирования Python или с каким-нибудь другим. Просто знайте для себя, что файлы настроек, tuning, xml, связаны именно с Python скриптами. В то время как simdate, то есть бинарные данные, связаны с C++ кодом. Потому что simdate читается непосредственно игрой. Это если очень упростить. Давайте на этом закончим коротенький наш обзор файла tdesk. И перейдем к непосредственно настройке xml. То есть xml tuning. Да, извините меня за мой английский. Он у меня не очень хороший, поэтому, наверное, мне не стоит даже пытаться изображать правильное произношение. Как мы видим, здесь в xml tuning все намного проще. Вместо длинных названий тегов instance, name, здесь просто лаконичные буквы i, n, c, m. Это все создано, чтобы эти файлы намного быстрее загружались в игру. Также стоит отметить, что лучше бы в xml настройках не было отступов, а все было написано в одну строку. Но чтобы было легче объяснить и, собственно, прочитать человеку, что же здесь написано, Maxis показали нам этот пример с отступами. Особо не пугайтесь, никто вас не заставит вручную вставлять переносы строки и табуляцию. Ведь все можно сделать в notepad++, всего одним кликом настроить то, как вашей душеньке будет угодно. И немного по самому примеру. Первая строка очень неожиданная шапка xml файлов. Вторая это тот же тег instance, но обозначенный одной буквой i. Атрибут i показывает, что это перестраиваемый instance, а не модуль. n это name, то есть имя. Обратите внимание, что оно никогда не будет показываться в игре, поэтому пишется исключительно латиницей. Атрибут c от слова class. И как очень сложно догадаться, он обозначает класс пайтона для этого инстанца или экземпляра. В принципе, можно назвать и так, и так, поэтому не путайтесь, instance это экземпляр. Атрибут m соответствует атрибуту модуль в tdesk. Атрибут s это id инстанца для этих настроек ресурсов, представленный в виде десятичного числа. Элемент v это значение от слова value. Мы видим, он содержит атрибуты t, n, как несложно догадаться, name. И еще элементы u. Мы не будем так же вдаваться особо в подробности, ведь мы не рассмотрели подробно tdesk файл. Но просто понимайте, во-первых, отличие этих двух файлов, во-вторых, где они используются, и примерную схему. Потому что в дальнейшем, когда мы будем рассматривать наши извлеченные XML настройки, мы должны понимать, что нам нужно изменить, а что лучше не изменять. Помните про бланк, который нужно заполнить. Вы ведь не будете перечеркивать строку имя и вместо имени писать там собака, а значение собака равно ваше имя, например, хака. Ну то есть это не имеет смысла. Поэтому вы будете оставлять name равно хака, не собака равно хака. Надеюсь, я понятно объясняю. Опять же напомню, построчное объяснение этих двух примеров вы можете, конечно же, прочитать в документации. Если все совсем плохо с английским, то, конечно, можно посоветовать вам попробовать перевести в Google или Яндекс.Переводчики. Но специфика таких текстов такова, что там много разных терминов, которые либо не переведутся, либо переведутся неправильно. Имейте это в виду и пытайтесь переводить именно незнакомые слова, скажем так. Попытайтесь уловить суть. Но в любом случае это пока что необязательно, но для углубления знаний я вам очень это советую прочитать. Потому что я лично не с первого раза вообще поняла, что здесь написано. Со второго раза начала немножко понимать. И только с практикой пришло более полное осознание. Поэтому мы будем уже в следующий раз, ну или очень скоро, практиковаться. Ну и пару слов о SimDate, чтобы уже окончательно добить эту тему в документации. Здесь говорится, что есть три режима экспорта. Это сервер XML, сервер Binary и клиент Binary. Сервер XML это значение по умолчанию. И это поле экспортируется в настройки ресурсов XML и загружается с помощью симуляции. Не спрашивайте, что это такое, потому что мне будет очень сложно объяснить на пальцах. А вот сервер Binary и клиент Binary экспортируются в двоичные настройки ресурсов SimDate. И загружаются кодом C++, о чем я, собственно, говорила ранее. И оба варианта относятся к тому, загружены ли эти настройки с использованием симуляции или рендеринга. То есть, грубо говоря, при сервере XML мы получаем практически XML файл. Но в любом случае формат SimDate подразумевает двоичный код. Это все создано, чтобы еще быстрее загружалось в игру. Нужно больше скорости! В общем, не буду опять лезть в эти дебри, чтобы не ошибиться и вас не запутать еще сильнее. Я предложу только посмотреть шаблон SimDate, который нам, опять же, предоставили Максис. Хотя, честно говоря, очень сомневаюсь, что большинство из вас поймет, что там написано. Ведь мне было достаточно непросто понять. А уж использовать эти знания как-то на практике и того сложнее. Но для общего развития, конечно же, не помешает. И локализация строк. Ну, тут буквально пару слов. Есть строки, и они на разных языках. И чтобы не писать тысячи разных строк для каждого языка, а их там, по-моему, более четырех тысяч, если не ошибаюсь, там, может, даже под пять тысяч, то существуют такие таблицы. Грубо говоря, они работают по ключам. Ключ зашифрован. Мы уже вроде учились шифровать их. А если нет, то обязательно научимся. И этому ключу соответствует значение. То есть, такая себе таблица. Ключи не изменяются, а изменяются значения для каждого языка. Их достаточно много. В том числе русский, английский, итальянский и так далее. Так что, чтобы перевести с одного языка на другой, нужно лишь изменить значение для других языков. Но ключ оставить. Так что, если мы в английском поставим Hello World, а в итальянском, например, мы поставим Ciao Mondo. Ну, а в русском, естественно, Привет, мир! Мы ведь русскоговорящие. В украинском Привет, свит! Кстати, в рифму. Неожиданно. Если бы, конечно, была локализация украинского. Но, суть, думаю, вы улавливаете. Мы поставим разные значения. Но ключ, то есть, зашифрованный 32-битный FNV1 хэш, ой, ужас, как я это выговорила, его мы менять не будем. И для тех, у кого стоит русский язык, будет строка Привет, мир! А для итальянцев Ciao Mondo! И все будут довольны, и все друг друга поймут. Локализировать и добавлять собственные строки мы, конечно же, тоже будем учиться. Но на сегодня, думаю, все. Спасибо, что посмотрели. Ждите новое видео уже, надеюсь, совсем скоро. В нем мы настроим наше рабочее место, чтобы ничто не отвлекало нас от создания модификации игры The Sims 4. И уже после того, как все будет готово, мы перейдем, наконец-таки, к практике. С вами была Хака White. Всем спасибо, что посмотрели. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!